Выпуск легковых автомобилей внутри России с конца февраля практически прекратился. Однако концерн Stellantis, которому принадлежит 70% калужского завода по СМА РУС, держался достаточно долго. Напомним, что под Калугой главным образом делали фургоны и минивены под марками Peugeot, Citroёn и Opel. Притом техника из России активно уходила на экспорт. Ради него французы даже создали большой экспортный хаб. Собственно, заграничные отгрузки фургонов и микроавтобусов были остановлены полтора месяца назад. Но делать машины для внутреннего рынка удавалось благодаря заделу комплектующих. Теперь запасы иссякли, и конвейер остановился. Это случилось около двух недель назад, и фактически мы уже об этом сообщали, отметив, что руководство московского офиса предпочло в тот момент не комментировать ситуацию. Теперь же из штаб-квартиры Stellantis в Амстердаме пришло и официальное подтверждение производственной паузы. Отметим, что партнер Stellantis, компания Mitsubishi Motors, остановила сборку своих машин под Калугой 8 апреля. Причина все та же – разрыв производственных цепочек и недостаток компонентов. Напомним, что в России Mitsubishi выпускает кроссоверы Outlander и рамные внедорожники Pajero Sport. Что касается общей ситуации вокруг автопрома, то сборочные машинокомплекты остались на Калининградском автоторе, где собирают Киа и Хёнде. Также некоторые запасы имеет Мазда Солерс во Владивостоке. Но склады обеих сборочных площадок скоро опустеют. Полноценную работу продолжает только тульский завод марки Хавел. Его мощности загружены сборкой внедорожников H9, плюс производством паркетников F7 и Jolion. Вполне ритмично работает УАЗ. Более того, в марте возник поистине ажиотажный спрос вокруг буханок. За патриотами впервые за долгое время тоже выстроилась очередь, так что на предприятии полны оптимизма. Впрочем, оптимизм оптимизмом, но двухнедельная остановка УАЗа на майских праздниках все-таки запланирована. Есть предположение, что она нужна, дабы накопить побольше комплектующих. Автоваз же продолжает отдыхать на корпоративных каникулах, перенесенных с лета на апрель. Но в соцсетях уже ходят слухи, будто впереди автогиганта ждут очередные, на сей раз длинные майские выходные. С 30 апреля по 10 мая включительно.